Коняк-бунок – это типа Джокера. Таких карт не очень много в колоде. Что он делает? У него есть два типа действия. Он может претвориться любой картой. И второе – это скидывать тяжелую ношу. Помните, у нас там в сказке тоже сундучок был? Не посильный, только он мог поднять его. Тяжелый груз ответственности начинающего предпринимателя авторы игры нашли с кем разделить. Воплощая идею в жизнь, тогда и не предполагали, что это станет их будущим бизнес-проектом. Мы хотели создать игру, которая внесет свой вклад в город. И выбор пал сделать игру по сказке «Конек-бунок». Но изначально у нас не было какой-то идеи, формы, как игра должна выглядеть. Поэтому мы решили провести такой проект, создать игру вместе с табаликами. Идеей заинтересовались представители торгово-промышленной палаты, увидев в творческих людях будущих серьезных игроков уже в сфере бизнеса. Сейчас эта игра проходит сертификацию, патентование. Для того, чтобы ее пустить дальше в масштабирование, мы уже провели определенные переговоры. Предлагаем многим компаниям закупить данную игру на корпоративные подарки, каким-то различным праздникам. И, соответственно, мы понимаем, что в какой-то момент времени им нужна будет финансовая поддержка. И здесь уже подключится наша инвестиционная агентство со своими микрозаймами. То есть здесь мы понимаем, что для одного предпринимателя сработала вся цепочка. Бизнес по полочкам здесь в прямом и переносном смысле. В ресурсном центре аккумулировалась поддержка для будущих предпринимателей и в плане обучения, и в плане сопровождения. От торгово-промышленной палаты и от инвестиционных агентств. В начале года пошли даже на то, чтобы у начинающих бизнесменов появилось помещение. В каворкинг-центре компьютеры, мебель, в пользовании предоставляются бесплатно для всех желающих начать, посчитать, прокачать свое дело. Активных, молодых и креативных в течение двух месяцев заявилось около десятка. Алексей и Вероника в числе первых играючи поменяли свой жизненный путь. Юлия Савиных, Михаил Куричко, Тобольское время.